МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шла жуткая автомобильная авария, зарегистрированное такси врезалось в большой груз, есть жертвы. Правила жестче, зеленый змей ближе, в школах Якутии недовольный соседством с алкогольными магазинами. Какие есть меры, где в регионе полностью запретили продавать алкоголь? Небо в самолетах Якутия готовится принять через два года ТВС-2 ДТС, новую отечественную авиаразработку, что скрывается за сложным названием. Контроль будет жестким и беспристрастным. На выборах президента России появятся новые наблюдатели, на этот раз сообщественные. Олимпиада в Южной Корее подходит к концу. Подведем краткие итоги. Победы, скандалы, якутские болельщики, чем запомнились 23-ти Олимпийские игры. Жуткая авария произошла в Горном районе. На 143-м километре федеральной трассы Вилюй столкнулись Митсубиши Фусо и Тойота Хайс. Три пассажира Хайса, в том числе двухлетний ребенок, погибли. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Установлено, что 23 февраля текущего года около 20 часов 30 минут в районе 143-го километра федеральной автомобильной дороги Вилюй произошло столкновение автомашин Митсубиши Фусо, а также Тойота Хайс. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пассажиры микроавтобуса двое мужчин 1987 и 1961 годов рождения, а также двухлетний мальчик, который находился в салоне автомобиля со своим отцом. Также в ДТП пострадали 4 человека. Их доставили в центральную районную больницу Горного. На данный момент состояние одного из пассажиров оценивается как тяжелое. Вчера, 23 февраля, с места ДТП было доставлено в Горную Церковь трое больных. Двое из них на данный момент находятся в средней степени тяжести. И один больной находится в отделении ПИД. Его состояние становится как тяжелое, стабильное. Алкогольные магазины становятся все ближе к школам. Например, в Покровске Хангаласского района решили отменить регламент, который запрещал продажу горячительных напитков в радиусе 300 метров от социально значимых объектов. Вместо него введен новый норматив. Он сокращает прежнее расстояние до 130 метров. Вышел из школы и уперся в волкомаркет. Родители недовольны. И нашему корреспонденту Евгению Андросову удалось узнать, что и в Якутске страдают от ненужного соседства. Саха Политехнический лицей города Якутск – одна из лучших школ республики. Выпускники поступают в лучшие вузы страны. Педколлектив проводит колоссальную воспитательную работу. Поэтому проблемных детей в этой школе нет. Однако здание учебного заведения окружает целых три точки продажи алкоголя. С утра до вечера рядом ходят пьяные взрослые, что создает опасный момент. А учителям и родителям приходится постоянно беспокоиться за своих детей. Очень печально, что вокруг нашей школы находится очень много винных магазинов. Это, считаю, очень опасно. И дети сами, честно говоря, боятся. Поэтому хотелось бы, чтобы в близи, рядом со школой, вообще не было винных магазинов. Дочка Кристины Тиряновой учится во втором классе. Она каждый день идет в школу по дороге, где стоит магазин, торгующий алкоголем. Недавно маме пришлось потратить целый день на поиски телефона ребенка. Потерял телефон. Нашли, к сожалению, плохие люди. И тут же затолкали в заводку телефон. Бывает, мы вечером не выходим из дома из-за того, что у нас куча алкашей. Как мы видим, все-таки законные 60-150 метров от школы – это считается шаговой доступностью. Кроме того, создает ряд сопутствующих проблем. И где продается алкоголь, там преступность. Там угроза детей. Родители беспокоятся. Постоянно нам жалуются. Родители предлагают увеличить расстояние. Это вопросы к администрации города Якутска. Его можно увеличить двумя способами. Или расстояние увеличить, или способ измерения поменять. К слову, депутаты республиканского парламента приняли проекты законов о полном запрете продажи алкоголя в восьми населенных пунктах. Это Мандагай, Хатылы, Аллагар в Черопчинском лусе, Сосильский наслег Тампонского луса, Самарсун-Амгинского луса, Алазейский наслег Среднеколымского луса, Баруласский наслег Верхоянского района и село Черкехтатинского луса. К слову, в Октябрьском наслеге проживает более тысячи человек. Работают 24 организации. Население относится очень положительно к такому решению. И каких-то явных проблем не ощущается. В разных спортивных мероприятиях, культурных мероприятиях активность населения и молодежи повысилась. Глава Октябрьского наслега Михаил Аржаков также отметил, что по статистике уровень преступности существенно снизился. Одним словом, население только радуется. И жить стало действительно лучше. Закрылись магазины, которые продавали алкогольные напитки. После этого у нас в селе идет здоровый образ жизни. Очень много молодых людей ходят в спортзал, занимаются активно. Активный образ жизни сейчас поддерживается очень. Как говорится, результат налицо. Ведь ограничение доступности алкоголя, а то и полного запрета, это один из самых действенных механизмов во всем мире. Будем надеяться, что в скором времени возле образовательных утверждений запретят продажу спиртного. Евгения Андросова, Павел Пахомов, Якутск. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Татинский, УЛУС. Перед тем, как уйти на рекламу, хочется напомнить о подвиге якутских солдат на озере Ильмень в Новгородской области. 75 лет назад, 23 февраля 1943 года, лыжные бригады Северо-Западного фронта погибли под артиллерийским огнем немецких захватчиков. Якутяне сражались до конца. Рассказывает Айсена Бурнашова. В годы Великой Отечественной войны солдаты Северо-Западного фронта обороняли стратегическую важную трассу Старая Руссо-Шимск, ведущую прямо в Ленинград. Пройдя 30 километров вдоль Ильменя бойцы якуты должны были ее перерезать. Но марш-бросок закончился на озере. Немецкие войска обрушили артиллерийский огонь прямо на идущих по льду лыжников. В этой схватке выжили лишь немногие. На берегу Ильменя высится гранитный обелиск в виде якутской уросы, где на памятной плите высечены имена павших воинов якутян. И именно благодаря им и отснятому материалу петербургского филиала НВК Саха, уроженка Сунтарского района Полина Никитична Федорова смогла найти своего без вести пропавшего отца Никиту Федорова, который в 42-м году отправился на фронт, воевал под Пермью и погиб на Ильменском сражении. Я так долго искавшая его, дочь единственная, нашла своего отца за это. Всем вам спасибо. На митинге у священного Ильменя также выступила и потомок без вести пропавшего солдата Константина Иванова. Семья и родственники проводили его на фронт с Нюрбинского военного комиссариата. Больше от него не было вестей. Мать говорила, что приходил земляк с нашего района, тоже служивший с ними, и говорил, что вот Константин шел со мной рядом и во время бомбежки он как будто споткнулся и прямо под лед ушел. В составе 19-й и 3-й лыжных бригад было более 40% якутских солдат. И практически все они пали на поле боя. В этот день на митинге приняли участие жители Старорусского района, студенты, якутяне и представители власти республики. В память о 19-й и 3-й отдельной лыжной бригаде прошла минута молчания. Собравшиеся возложили венки и цветы к монументу. В целях увековечения памяти подвига воинов-якутян на новгородской земле и пропаганды здорового образа жизни с 2005 года в рамках поездки по местам боевой славы на берегу озера Ильмень проходит стрельба и лыжный десант. Две дистанции. Одна дистанция, по которой проходили сами воины. 10-14 километров. Это 10 человек, 3 девочки и 7 мальчиков. И была сделана дистанция 3,5 километров для массового забега. В забеге приняли участие более 70 человек. Это жители Новгородской области и якутяне. Сложно, конечно, представить, что чувствовали наши якутские стрелки. Тем более, что снега тогда не было, шли по голому льду. Но пробег удался. Я думаю, что именно память о том сражении, о героическом подвиге наших стрелков, она жива и по сей день. И примером этому является во многом молодежный пробег. После лыжного забега всем участникам торжественно-патриотических мероприятий на озере Ильмень предложили отведать полевую кухню с горячей ухой, гречкой и бутербродами. Чаю, пожалуйста, подходите. Первые места лыжного забега завоевали жители Старорусского района Новгородской области. Третье призовое место в пользу якутской сборной завоевал ученик 8-го класса петербургской школы Данил Котиков. Войне приятно. Новгородский фронт внес достойный вклад в достижение общей победы над врагом. Солдаты Северо-Западного фронта шли трудными дорогами жизни, не думая о славе. И наша обязанность – помнить, чтить и гордиться. Айсена Бурнашова, Егор Максимов. Новгородская область. Старорусский район. Сейчас короткая реклама и вот о чем расскажем далее. Якутское небо заполнит российские воздушные суда. Республика может получить 200 отечественных самолетов. Кто продвинул идею самолетизации крупнейшего региона страны? Наблюдателей на выборах президента России прибавится. Кто будет следить за порядком, кроме представителей кандидатов в президенты? Лучшие боксеры со всей страны собрались в Якутске. Всероссийский турнир класса А стартовал в столице республики. Это «Якутия день за днем». Продолжаем говорить о главных событиях этой недели. Якутия получит 200 самолетов. Только представьте эту цифру. Для сравнения, общий авиапарк двух крупнейших республиканских перевозчиков полярных авиалиний и Якутии не дотягивает и до 80 воздушных судов. Заполнит небо ТВС-2 ДТС. Новый отечественный самолет, долгожданная замена кукурузника Ан-2, производство которого было прекращено почти полвека назад. Собирать его будут в Бурятии на базе Улона Уденского авиазавода. Первые продажи ожидаются уже в конце следующего года. Якутия станет первым регионом страны, который получит новые самолеты. Соглашение было подписано в ходе сочинского инвестфорума между Министерством транспорта, Минпромторгом страны, холдингом «Вертолеты России», «Бурятии» и «Якутии». По словам Алексея Цыгенова, главы Республики Бурятия, наибольшую инициативу проявил руководитель Якутии Егор Борисов. Данное соглашение стало возможным по инициативе Республики Схай-Якутия. Якутия подписалась о потенциальном заказе на 200 самолетов. Понятно, что это не только для полетов в пределах Якутии. Это межрегиональная авиакомпания, которая бы обслуживала регионы Сибири и Дальнего Востока именно в перевозках на не сильно развитые аэродромы и взлетно-посадочные полосы. И решение вопросов по широкому спектру. То есть авиалесоохрана, сельхозавиация, санитарная авиация и, безусловно, транспортная пассажирская. Ожидается, что Минтранс поможет в сертификации самолета, а Минпромторг окажет поддержку при подстановке ТВС-2 ДТС на производство. Интерес к российской разработке уже проявляют авиакомпании Монголии. В Якутии же эксплуатантом станут полярные авиалинии. Легкомоторный ТВС-2 ДТС не только сменит Ан-2. Всепогодный самолет способен заменить и швейцарский Пилатус, и американский Сесна. Импортозамещение в чистом виде. Кстати, один Пилатус летает по Якутии. Несмотря на то, что серийной сборкой самолета займутся в Бурятии, родиной сменщика Ан-2 является Новосибирская область. Сотрудники Сибирского научно-исследовательского института авиации смогли создать ТВС-2 ДТС. Именно в Новосибирске прошли первые полеты нового воздушного судна. И на связи с нашей студией Владимир Барсук, директор Сибирского института авиации. Владимир Евгеньевич, здравствуйте. Объясните, что за непонятная для обывателей аббревиатура ТВС-2 ДТС? ТВС-2 ДТС – это турбовинтовой самолет, два члена экипажа. И ДТС – это демонстратор технологий серийной. А сколько лет ушло на создание нового самолета и почему решили заменить именно Ан-2? Работой нашего научно-исследовательского института основной являлась в меньшей степени проектирования этого самолета, а в большей степени исследования технологий, которые сегодня применяются в самолетостроении для малой авиации. И демонстрация как раз возможностей этих технологий, начиная от аэродинамики, материалов и заканчивая возможностями современных систем отображения информации и индикации в кабине самолета. Поэтому в течение последних трех или четырех лет мы равномерно двигались к созданию вот такого самолета-демонстратора. То есть основная задача – это демонстрация возможностей современных технологий. Почему был выбран самолет Ан-2? Ну, во-первых, потому что за 70 лет его так и не смогли заменить. Во-вторых, это самый массовый и самый рабочий самолет оказался для Российской Федерации, особенно за Уралом. А чем новый самолет лучше кукурузника Ан-2? Это цельнокомпозитный самолет. То есть вот результат работы данной технологии, что мы фактически сохраним бипланную схему, используя современные достижения аэродинамики и современные достижения в области материаловидения, создания материалов, фактически получили летательный аппарат, который по своим характеристикам в три-пять раз превосходит старый самолет Ан-2. При этом он сохранил все основные преимущества, которые имелись у его предшественника. То есть он имеет дистанцию взлета и посадки – это самое основное, что было у самолета Ан-2. Примерно такие же, может быть, даже чуть поменьше при аналогичных взлетных весах. Он имеет минимальную скорость полета. Это очень важный показатель, который нам очень нужен в случае аварийных посадок, в случае ограниченных площадок, взлетов с них и посадок на них. То есть это единственный такой уникальный аппарат Ан-2 и вот сегодняшний его переемник. В два раза у него превышает характеристики грузоподъемности коммерческой загрузки. У старого Ан-2 полторы тонны, у этого самолета три тонны коммерческая загрузка. Он летит фактически в два-три раза дальше с полной коммерческой загрузкой. Ан-2 у нас с загрузкой 1500 килограмм мог выполнять полет на дальность 700-600 километров. Наш самолет летит на дальность 1500-1800 километров. Перегоночная дальность у старого Ан-2 составляла 1200-1300 километров. У этого самолета порядка 5000 километров, чуть больше. То есть вот технологический вот этот скачок, который произошел с 1947 года, он практически позволил по крейсерской скорости в два раза увеличить копейстики, по загрузке в два раза, по дальности полета практически в пять раз. Это все позволит использовать самолет Ан-2 не только на перевозках между населенными пунктами на небольшом удалении 150-300 километров, но и позволит доставлять, например, груз весом 2-3 тонны на дальность полторы-3 тысячи километров. Для условий, конечно, севера, востока, это, на мой взгляд, очень важное обстоятельство. При этом он может прилететь на фактически неподготовленную площадку, произвести посадку, выгрузить груз, собрать людей и какой-то курсы вернуться обратно. В одном из интервью, описывая новый самолет, вы сказали, что он все-таки больше подходит для грузоперевозок. Ну, это вот основное преимущество. Сейчас мы видим интенсивный выход из эксплуатации. Я думаю, через 3-4 года у нас не будет самолетов Ан-26, Ан-24. Вот, в принципе, теоретически для решения транспортных задач Як-40 тоже самое, да, у нас фактически исчез. Вот грузоподъемность Як-40 была 3 тонны, грузоподъемность самолетов Ан-26, 4,5-5 тонн. В принципе, самолет имеет сопоставимую с этими самолетами коммерческую загрузку. Понятно, что по объемам грузов, конечно, Ан-26 с Ан-2 не сравнить, но в части перевозки, например, продуктов, что наиболее, в мой взгляд, должно быть востребовано, то этот самолет абсолютно может решать эти задачи. Вот, и, конечно, основная задача, вот, все-таки, будет не перелеты по коротким расстояниям. Основная задача, это как раз уйти на большое расстояние с грузом 1,5-2 тонны, особенно в условиях неразвитой наземной инфраструктуры, где нет у нас заправочных станций, да, где нет полос, где нет метеообеспечения. Вот как раз задача этого самолета уйти далеко, доставить необходимый груз, оказать какую-то срочную помощь, или медицинскую, или в части чрезвычайных ситуаций, да, и вернуться на базу для дозаправки, либо на ближайшие оборудованные средствами навигации аэродромы. А сколько ТВС-2ДТ сможет за один раз перевезти пассажиров? Ну, вот, смотрите, по ОАП-23 это 9 человек, 9 пассажиров. Но всегда есть, в каждой стране есть свои внутренние правила. Ну, например, Cessna Grand Caravan 208, да, она вот в Европе сертифицирована под перевозку 14 пассажиров. То есть, если говорить по объему, по весу, то там можно разместить, ну, минимум, там, пассажиров 20. Но реально, я думаю, что, значит, если грамотно отработать со своими внутренними правилами, порядка 14 пассажиров будут в самолете спокойно и просторно разместить. Кроме того, самолет, значит, вот, минимальная скорость полета, которую сегодня он имеет, это порядка 45 километров в час, она, соответственно, выполнение посадки обеспечивает высокую степень надежности, безопасности. И исполнение самолета из композитных материалов, именно конструктивно, мы его проектировали таким образом, чтобы в кабине и пассажиры, и пилоты были защищены в случае каких-то вот нештатных посадок. Соответственно, одно дело приземление на скорости 150-180 километров в час, и совсем другая история, это посадки на скорости 45 километров в час. Вот Ан-2, он этим и отличался, например, очень высокая безопасность. Вот за всю историю самолетов Ан-2 нам известно о порядка, там, трех сотен катастроф. Это из 18 тысяч построенных самолетов. Если говорить, самолеты, летающие сегодня у нас в России, вот двухдвигательные, вот этот Туинотор, это Л-410 Ан-28, их было построено порядка 2700. И несмотря на это, потеряно порядка 350-380 самолетов. То есть надежность самолета Ан-2, его безопасность, она на порядок выше, чем вот эта безопасность на выживаемость на двухдвигательных самолетах такого же класса. Поэтому вот это все вместе в комплексе, оно должно обеспечить очень высокую безопасность перевозки и пассажиров, и безопасность экипажа, выполняющих полеты. Первый полет на дальнее расстояние состоялся в прошлом году, маршрут Новосибирск-Москва на Международный авиационно-космический салон. Как самолет повел себя? Да, мы перелетели после проведения серии сплательных полетов в Новосибирске. Мы 15 июля выполнили первый перелет на МАКС-2017 в Москву. Это был беспосадочный полет. Времени полета у нас составило 1 часу 40 минут. Вылетали мы с остатком 3200 литров. При этом в Раменском после посадки у нас осталось еще порядка 800 литров заправки. Это где-то на 5-6 часов полета еще возможно. Существует показался хорошо. Средняя скорость по маршруту у нас получилась порядка 280 км в час. Встречный ветерок был. Все системы работали нормально, хорошо. Все, что мы рассчитывали с точки зрения аэродинамики, мы все получили. Он показал очень высокие характеристики расхода топлива. На мой взгляд, на сегодняшний день в этом классе этот самолет-демонстратор, мы не говорим про серийный самолет. В серии какие-то характеристики улучшатся, какие-то улучшатся. Но, тем не менее, даже уже на сегодняшний день можно говорить про него как про этот опытный экземпляр, равный которому на сегодняшний день в мире нет. Особенность самолета ведь не только в экономичных материалах. Его можно собирать на небольших предприятиях. Именно так вы сказали в одном из интервью. Завод, где должны производиться эти самолеты, он должен иметь оборудование где-то на 200 миллионов долларов. Это на 200 миллионов рублей, я извиняюсь. Это автоклавы, это печи, это раскроечные столы, это системы контроля, изготовления конструкции. Площадей порядка 6 тысяч квадратных миллионов. То есть стоимость строительных работ с оборудованием этого завода должна составлять 500-600 миллионов рублей. И при этом на этом заводе личный состав, в численности от 70 до 100 человек, должны выпускать, иметь возможность выпускать порядка 25-30 самолетов в год. То есть вот самолет вот этот наш был проектирован фактически в течение 11 месяцев, спроектирован и изготовлен. В строительстве самолет принимало участие порядка 120 человек у нас, при этом 80 человек у нас фактически был женский состав. То есть вот такая идеология. 70-100 человек, 25 самолетов в год при соответствующем оборудовании. Завод такой можно разместить, в принципе, где угодно. Но мы рассчитывали, что это все должно быть где-то за Уралом, как раз в тех местах, которые не имеют какой-то там трудовой занятости. Привозится в этот поселок при проект, так называемый, эта ткань пропитанная связующим. И оттуда выкатывается самолет. Вот примерная идеология такая. Кукурузник Ан-2 зарекомендовал себя отличным самолетом. История во всем положительная. Будет ли у ТВС-2 ДТС такая же история? Как вы думаете? Ну, знаете, вот основной смысл и идея была в том, чтобы сохранить полностью переемственность с точки зрения работы экипажей в кабине. Я за свою жизнь достаточно много налетал на самолетах Ан-2. Поэтому мне очень хорошо знакомо преимущество, недостатки этого самолета с точки зрения именно нагрузки на экипаж. Поэтому, ну, например, на этом самолете я фактически без вывозных полетов готов допустить хорошего крепкого командира, который освоил самолет ТВС-2МС. Это который Ан-2 с трубовинтовым двигателем. То есть фактически пилотируется, эксплуатируется он идентично. Поэтому вот эти все обстоятельства, я надеюсь, что они могут как раз позволить, ну, во-первых, занять, вернее, даже не занять нишу Ан-2, да, а, наверное, как бы занять новое направление, которое можно будет решать этим самолетом. И не, как бы, оставить те направления, которые занимал самолет Ан-2. Если это все произойдет, то, конечно, его судьба может быть не хуже, чем у нашего великого кукурузника. Владимир Евгеньевич, спасибо. На связи с нашей студией из Новосибирска был Владимир Барсук, директор Сибирского института авиации. Говорили о новом отечественном самолете ТВС-2 ДТС. Общественная палата России планирует организовать тотальное наблюдение за выборами президента. Об этом заявил секретарь организации Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве. По его словам, на сегодняшний день уже более 70 тысяч граждан выразили желание стать наблюдателями на выборах от Общественной палаты России и региональных общественных палат. При этом Фадеев указал на принципиальное отличие общественных наблюдателей от наблюдателей, которых направят на участки партии и сами кандидаты в президент. В стране 96 тысяч избирательных участков. В принципе, конечно, задача ставится так, в принципе, повторяю, чтобы наблюдатели были на всех избирательных участках. Тотальное наблюдение. Это очень непростая задача, потому что наблюдателей желательно, чтобы было два человека на каждом участке. Это под 200 тысяч наблюдателей. Чем отличаются эти наблюдатели от того, что уже есть, если это выборы, например, в Государственную думу, наблюдатели от партии, если это выборы президента, наблюдатели от кандидатов в президенты. Эти наблюдатели общественно не политизированы. Они никак не встроены в политическую борьбу. И это очень важно. Их задача обеспечить как предельно чистые и легитимные выборы. Сейчас короткая реклама. И смотрите через две минуты. Триумф российских фигуристок Алина Загитова и Евгения Медведева завоевали золото и серебро Олимпийских игр в Пхенчхане. Флаг России над спортивными трибунами Южной Кореи. Как колданские болельщики поддержали сборную и рассказали всему миру о своем городе. Ринг-гонг-бокс. Всероссийский турнир среди боксеров-любителей проходит в Якутске. Что получат победители, кроме медалей кубков? Это Якутия. День за днем подводим итоги недели. Олимпиада в Южно-Корейском Пхенчхане подходит к концу. Запомнится она не только спортивными баталиями и отстранением российской сборной, но и вспышкой норовируса. Кишечную инфекцию во время игр подхватили 275 человек. Дошло до того, что из-за вспышки отстранили 1200 охранников и заменили солдаты. Заразились и двое швейцарских лыжников, в том числе чемпион мира Фабиан Бош. Сегодня их уже выпустили из больницы. Швейцарцы стали первыми атлетами на играх, которые подхватили норовирусную инфекцию. Источник заразы неизвестен. Медики призвали туристов и спортсменов чаще мыть руки и избегать рукопожатий. Иностранные журналисты, спортивные чиновники, даже некоторые атлеты и без всякого норовируса пытались превратить россиян на играх в нерукопожатных. Не получилось. Напомню, что мы выступаем под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. Запретили использовать флаг, так его на трибунах поднимали не только российские болельщики. Компанию им составили иностранцы. Обрубили сборную. Из 500 человек МОК пустил в Южную Корею лишь 169. При этом многие, но не все топовые спортсмены не получили приглашения на Олимпиаду. Шортеркист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Никита Крюков. Первого общекомандного места не ждите, говорили наши оппоненты. Мы, зрители, и не ждали. Просто верили и болели. Перед закрытием игр можно подвести предварительные итоги. Олимпийские атлеты из России на 15-м месте среди сборных. У нас 16 медалей. 9 бронзовых, 6 серебряных и 1 золотая. О ней, кстати, поговорим отдельно, но чуть позже. Тройка лидеров на Олимпийских играх выглядит следующим образом. Первое место Норвегия, следом идет Германия. На третьем месте располагается Канада. Однако лидер может еще смениться. В последний день, 25 февраля, разыгряют медали в бобслеве, керлинге, лыжных гонках и хоккее. Букмекеры прогнозируют, кто соберет медали в последний день и кто вообще станет лидером общекомандного зачета. Где все было ясно и без прогнозов и предсказаний, так это в женском фигурном катании. Россианки Алина Загитова и Евгения Медведева поделят педестал почета. Говорили всем. Спорили лишь в одном, кто выиграет золото. Сперва короткая программа. На лед выходит Медведева и бьет свой же мировой рекорд. 81,61 балла. Однако через несколько минут Загитова обновляет рекорд. 82,92 балла. Сделала во второй половине. Мама дорогая, вы посмотрите, что она делает. И на следующий день произвольная программа. Драматизм зашкаливал. Алина Загитова выходит на лед и зарабатывает 156,65 балла. Черед Евгении Медведевой судьи выставляют такой же счет. С отрывом в полтора балла победила Алина Загитова. Первое золото нам принесла 15-летняя девушка. Медведева завоевала серебро, но с золотым оттенком. Вот смотрите, как они тепло поздравляют друг друга. У них прекрасные отношения. Как бы сложно сейчас ни было Евгении Медведевой, тем не менее она с достоинством принимает этот успех основной конкурентки. Браво, Алина. Браво. Ледовые баталии не закончились, лишь переместились из фигурного катания в хоккей. В олимпийском турнире российская команда стартовала неудачно. Проиграла Словакия со счетом 3-2, потом наверстала и вышла из группы. Добрались до полуфинала. Соперником стала сборная Чехии. Принципиальный оппонент, от которого камня на камне не оставили. Во втором периоде ворота Чеха Павла Француза распечатал Никита Гусев. Через 30 секунд шайбу забросил Владислав Гавриков. В третьем периоде Илья Ковальчук увеличил разрыв между Россией и Чехией. 3-0. Россия впервые за 20 лет поборется за олимпийское золото. Последний раз такая возможность была в 1998 году. В японском Нагана мы уступили Чехии со счетом 1-0. Время все расставило по местам. За золото Южно-Корейской Олимпиады российские хоккеисты будут бороться с Германией. К сожалению, нельзя обойтись без ложки дегтя. Их даже две. Во-первых, российская бобслейская Надежда Сергеева подозревается в применении допинга. У нее положительная допинг-проба. Какое вещество обнаружено в организме, не сообщается. По некоторым данным, это триметазидин. Его применяют для профилактики приступов стенокардии. На Олимпиаде Сергеева заняла 12 место. Во-вторых, допинг-тест провалил керлингист Александр Крушельницкий. А в двух его пробах обнаружили давно всем известный мельдоний. Как препарат попал в организм, непонятно. Анализы показывают. Мельдонию употребляли лишь один раз. Напомню, Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевали бронзу в дабл-миксте. Это первая олимпийская награда для российского керлинга была. Теперь ее забрали и предстоит долгое расследование. Мое главное желание добиться правды. Восстановить свое честное имя и доказать, что наша с Настей пара всегда выступала и побеждала честно. Мне очень неприятно, что эта ситуация может поставить под удар весь российский спорт. Ведь я прекрасно понимаю, какое сейчас внимание уделяется допинговой теме. Особенно тяжело еще и потому, что я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг. Мы пришли к бронзовой медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. На кону нашей с Настей будущая карьера и наша репутация. Буду до последнего бороться за правду. А правда в том, что мы чистые спортсмены. Просьба одна, просто по-человечески нас поддержать. Несмотря на скандалы, болеть за спортсменов не переставали. Тысячи российских болельщиков заполняли трибуны. Часто можно было увидеть якутян. В Пьенчхан поехала группа алданских фанатов. Они поехали поддержать российских атлетов, в частности, лыжную сборную России. Весь мир увидел название небольшого города в Якутии. Во время награждения российского лыжника Дениса Спецова нам удалось связаться с одним из алданских болельщиков. Конечно, все жители нашей республики видели этот якутский флаг. Имеется в виду с большой надписью «Город Алдан». Это сделали мы, алданские болельщики. Наши лыжники, как говорится, рулят. Они показали, что даже не выступая в основном составе, могут бороться за самые высокие места. До старта зимней Олимпиады уже начали говорить даже о летних играх. Они, напомню, состоятся через два года в Токио. Президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация может пересмотреть вопрос включения бокса в программу летней Олимпиады. Это причина проблемы в управлении и финансах в Международной ассоциации любительского бокса. Хотя эта дисциплина входит в программу игр больше века. Якутяне не на шутку разволновались, тем более, когда в октябре в Якутске состоится чемпионат страны. Не будет Олимпиады. Годы потрачены на взращивание спортсменов, создание инфраструктуры, коту под хвост. Кстати, в рамках подготовки к чемпионату страны в Якутске продолжается всероссийский турнир класса А. За поединками наблюдала Сарглана Захарова. Три раунда по три минуты. За это время бойцы должны показать все, на что они способны. На кону звание сильнейшего боксера. Выкладываются по полной, не обходятся и без травм. Спортсмен из Москвы Иван Блында заканчивает бой с рассеченной бровью, но с победой. Ну, победа далась нелегко, но просто чуть не настроился, видимо. Еще где-то заминался. В принципе, все шло нормально. Я просто парень хороший такой, тоже мастер спорта. Ну, поработали, на славу, все хорошо. Двукратного чемпиона Европы, серебряного призера чемпионата мира и участника Олимпиады, якутиянина Василия Егорова, зал встречает овациями. Соперник тоже не из робкого десятка, мастер спорта России, победитель чемпионата Дальнего Востока прошлого года Евгений Осенцев из Хабаровска. Василий вышел на ринг впервые после шести месяцев перерыва и перехода в другую весовую категорию. Но, несмотря на это, он еще раз подтвердил свое лидерство. Переход в другую весовую категорию, он и психологический, и психологический очень больной вопрос. Вот этот переход, он как спортсмен должен перенести устойчиво. Другой самый ожидаемый поединок – встреча чемпиона мира по боксу среди студентов Дармана Кутубекова, представителя Якутии и мастера спорта России, якутиянина Семена Степанова, выступающего за Новосибирск. Семен вышел на ринг впервые после трехлетнего перерыва. Раньше он выступал в весе 52 килограмма, однако после череды травм на руке выбыл из соревнований. «Тренировался полтора месяца, но все равно не в той форме, которая была три года назад». В весовой категории в 56 килограммов чувствует себя хорошо, добавил спортсмен. Несмотря на долгий перерыв, он смог одолеть своего противника. «Все, из седьмого угла, Семен Степанова, разобраться!» В прошлом году турниру был присвоен статус класса А, значит, он открывает новые возможности перед участниками. Победители этого турнира получают не только честь и почет, но и, конечно же, медали, кубки, но и получают возможность выполнить нормативы мастеров спорта. Также каждый регион для себя берет на карандаш своих сильнейших бойцов, которые смогут уже в скором будущем представлять свой регион на чемпионате России. Он пройдет в Якутске этой осенью. Для представителей регионов турнир – хороший шанс заранее ознакомиться с местом проведения ключевых схваток года. «Привезли команду с Хабаровска, чтобы опробовать, посмотреть, почувствовать атмосферу города Якутска». А якутская сторона уже готова по итогам турнира начать формировать свою сборную для участия в чемпионате. «Чемпионат России, как проводятся организации, мы проводим, выставляем одну команду. И, по-любому, думаем, 5-6 боксеров, которые должны выиграть против чемпионата России». Ставки высоки, напряжение тоже. Боксеров приходят поддержать друзья и просто любители спорта. «Пришел, в общем, посмотреть, как боксируют молодые спортсмены. Очень интересно. Тем более, приехало немало боксеров из других регионов страны. Ребята молодцы, хорошо ведут бой». Примечательно еще и то, что возглавляет судейский состав турнира супервайза Международной ассоциации любительского бокса Сергей Бертник. «Вы знаете, я так думаю, по количеству участников, по желающим боксерам, которые хотят выполнить мастера спорта на этом турнире, я думаю, что схватки будут довольно-таки приличные и захватывающие поединки». Кто станет лучшим спортсменом, по версии АИБа, станет известно уже в воскресенье. Сарглана Захарова, Георгий Григорьев, Григорий Охлопков. Якутия. День за днем. Таковы итоги уходящей недели. Наши корреспонденты продолжают следить за главными событиями. День за днем. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин